Единственный способ приезжать люди после работы, поставить машину нормальную, вот небольшая парковка, которую опять же сами жители оборудовали. Потому что у нас не парковочные карманы, ничего здесь не предусмотрено в принципе проектами. Да, не будет этого места, значит здесь полностью проезд будет опять закрыт. Будут машины подъезжать, уезжать, мешать друг друга, вот как в других дворах. Все заставлено машинами. Все заставлено. В реальности последние 4 года у нас трижды приезжал сюда пожарный вызывали, потому что горел мусоропровод. Вот приезжал пожарный краз сюда, он с трудом смог пробраться по нашему двору. Учитывая, что еще и здесь не чищено зимой совершенно, то есть пророчная компания у нас не хочет этим заниматься. Соответственно, в лучшем случае он сюда доехать сможет, но выехать уже обратно задним ходом у него возможности не будет никакой. Вот что по планам здесь хотят сделать? Здесь по плану у них числятся как магазины площадью от 500 до 1000 квадратных метров. Соответственно, у них участок площадью выделен 2179 квадратов. Это два магазина. Как они будут располагаться и что они вообще поставят здесь нам неизвестно. Вот застройку, покажите, что... У них по плану, значит, выделен участок, вот часть полисадника, от полисадника до парковки офисного здания. Вот вся парковка, значит, предназначен перекресток. И по соседнему полисадник проходит граница до тротуара улицы Тархова по проезжей части. То есть вот этого проезда не будет? Ну, он, получается, входит в их собственность, данный проезд. Мы писали обращение осенью в прокуратуру городскую. У нас есть ответ по данному поводу. Где прокурор города признает, что данный участок был выделен без учета мнения жителей данного дома. Что является нарушением само по себе. Соответственно, ну, прокуратура у нас не стала обращаться от имени жильцов, хотя имела полное право это сделать, в суд, как от неопределенного круга лиц, так и от недиспособных. Ну, есть у нас здесь инвалиды, в том числе и второй группы, и много в доме. Они не обстали обращаться. Ну, вам в этом ответе, Саня, предложено обращаться. Да, при том, что они прекрасно знают, что у нас большинство людей, это, увы, здесь живут не юристы, а рабочие в основном. Вот ответ прокуратуры у нас приложен. Также на двух листах они приложили проект заявления, с которым можно обратиться в суд. Но они прекрасно знают, что это довольно проблематично для обычных людей сделать. К нам приехали в субботу, так сказать, представившись подрядной организацией, которая будет все делать. И им объяснили, что не стоит этого делать, потому что есть ответ прокурора. А что за подрядная организация? Они не представились. Изначально у нас здесь, данный участок был передан тропиканке из Пензы. Соответственно, сейчас, как указано на официальном сайте, тропиканка проходит процедуру банкротства вообще. То есть, каким образом этот участок попал к ним, неизвестно. И кто вообще собирается строить. А что хотели конкретно люди, которые приезжали в субботу? Они привезли сюда бетонные блоки, хотели огородить данный участок и начать строить непосредственно. Вот магазин. Зачем он нам здесь нужен? Сейчас магазина больше, чем людей уже. Ну, вот у нас шаг, шагни и магазин. Шаг, шагни и магазин. Зачем? Вот я, например, предлагаю что-то делать полезное для людей. Вот у нас здесь есть парк солнечный. Вы пройдите, там только одно название. Там ничего нет. Там с детьми нечем там заниматься. Только что они на велосипедах катаются. Во дворе нет площадки детской, чтобы дети играли. Вот одна песочная. Вот бегает здесь вот. Или машина щебет, или чего еще. Ну, помогите нам, пожалуйста, отстоять наше право. Жить, дышать. Ты тут, ты там. Дивизей очень много. Вот у нас школа находится, прямо вот буквально в 50 метрах от дома располагается. Да, там вот сразу трубка располагается школа 60-я. То есть они дорогу к школе перекроют? По проекту, получается, перекрывается, да. Ну, школьники могут... Что-нибудь, как они будут строить, неизвестно, но дорогу входит в их территорию. Что же мы, хуже всех, что ли? Вы посмотрите на нас. Мы что, девочки по 15 лет. Нам осталось-то полтора дня жить. А нас тут целый день... Какой день? Какой торговый корпус? Значит, Путину писать надо. А вот что за история с прокладкой коммуникации тоже поиск? Вот для данного, так сказать, магазина предлагался, есть проект прокладки коммуникации от подстанции располагающихся, вот за полисадником, через весь полисадник. Соответственно, вся оставшаяся часть полисадника будет уничтожена при этом прокладке, потому что техника просто так аккуратно работать не сможет. Хотелось бы, чтобы хотя бы генеральный прокурор принял меры, потому что, ну, у нас все делается не для людей, а для того, чтобы верх отчитался о том, что меры какие-то приняты, а при этом что будет с людьми, их не интересует совершенно. Да, можно сейчас здесь построить что угодно, разрушить всю инфраструктуру, которая была здесь, но людям от этого лучше не станет. Вот, пожалуйста, примите меры все-таки, может быть, хоть как-то подействовать на них.